Антонина, скажи, пожалуйста, грустила ли бы ты, если бы в нашей студии редко появлялись гости? Саша, грустила бы, но благо, что в нашей студии они появляются очень часто, и прямо сейчас я уже готова представить нашего следующего гостя. Это Юлия Белова, директор государственного бюджетного учреждения Республики Крым, Нижнегорский районный центр социальных служб для семьи, детей и молодежи. Доброе утро. Доброе утро. Как началось утро ваше? Замечательно. Дорога, транспорт. Долго добирались? Да, добирались достаточно долго, учитывая, что с Нижнегорского района, а дорога дальняя и пробки, ну ничего, мы здесь. Скажите, пожалуйста, я вам сейчас назову словосочетание, а вы скажите первую ассоциацию, которая у вас пришла в голову. Словосочетание такое – семейная реликвия. Семья, однозначно это семья, то есть семейные традиции. Ну я знаю, что для вас словосочетание не просто, набор слов это нечто большее, это национальная премия, могли бы вы о ней рассказать? Да, расскажу о национальной премии. Премия, она функционирует уже три года. 2019 год – это третий год ее функционирования. Принимали мы участие в данной премии первый год, первый раз. Ну вот по результатам достаточно успешно, как я считаю. Каковы результаты? Лауреат, лауреат национальной премии, наше учреждение. Подавали мы те результаты, которые у нас уже есть, использовали те наработки, которые у нас в принципе уже были готовы, те, которые мы осуществляем в ежедневной своей работе, то, что мы делаем каждый день, и показывали свою работу, работу нашего учреждения. Давайте по порядку и начнем с того, чем занимается ваше учреждение в целом. Учреждение наше занимается оказанием социальных услуг. Предоставляем мы социальные услуги семьям и деткам, и в целом получателям социальных услуг – это разные категории, разные категории населения, это те люди, которые нуждаются в посторонней помощи, то есть которые имеют какие-то определенные трудности, сложности, которые не могут разрешить эти сложности и трудности самостоятельно, и нужна наша помощь. Ну, например? Примеры бывают абсолютно разные. Примеры бывают… Это и сложности, которые вызваны зачастую злоупотреблением алкоголя со стороны родителей, либо законных представителей. Это может быть и банальная сложность в отсутствии навыка ведения домашнего хозяйства, ухода за детьми. Это могут быть и другие сложности, связанные с отсутствием навыков воспитания детей, это внутрисемейные конфликты, это множество других моментов, которые встречаются нам в повседневной нашей работе. Ну, прямо такой перечень совершенно разнообразная. Да. Скажите, а как вы можете помочь… Извините за такой каламбур. Как вы можете помочь в употреблении алкоголя? Вот смотрите, в целом, здесь для того, чтобы решить вот такую проблему, как употребление алкоголя со стороны родителей, вы же понимаете, что не может быть одна эта проблема, она не может быть сама по себе. То есть однозначно это взаимосвязь, получается уже взаимосвязь других проблем, которые накладываются на основную. Если это основная проблема в семье, к примеру, злоупотребление алкоголя со стороны родителя, то зачастую вытекают и следующие проблемы. Это недостаточный уход родителя за своими детками. Это недостаточное создание жилищно-бытовых условий проживания несовершеннолетних. Возможное насилие в семье – это вообще, скажем так, очень сложная тема. Это то, чего всеми усилиями нужно не допустить постараться всем субъектам, не только нашему центру, но и всем субъектам системы профилактики. Мы анализируем ситуацию в семье, понимаем, в чем же заключается основная проблематика этой семьи и что уже идет из других проблем, которые вызваны основной проблематикой. Вот то, что я вам перечислила, к примеру, основная проблема злоупотребления алкоголем, от нее уже последуют другие проблемы, которые накладываются на основную. Мы строим определенный план работы с семьей, называется это индивидуальная программа реабилитации семьи. И в соответствии с этим планом движемся. То есть однозначно это будет лечение у нарколога, однозначно это будет подбор тех методов лечения совместно с наркологом при, скажем так, наставничестве специалиста по социальной работе данной семьи. Это будет однозначно совместная работа, подбор методов лечения, те, которые эффективны, неэффективны. Нарколог все это смотрит, оценивает, мы подсказываем, помогаем. Если, к примеру, родитель отправляется на лечение в стационар, то наша задача помочь субъектам системы профилактики, какое-то время помочь разместить деток. То есть это могут быть и оздоровительные какие-то учреждения, потому что, извините, родитель 21 день пребывает на лечении, справляется со своей основной проблемой. А когда уже мы справимся с основной проблемой, мы уже либо параллельно, либо после решения этой проблемы, и мы уже, конечно, будем устранять и все последующие. Это взаимоотношения с детьми и так далее, и все-все-все, которые вытекают в проблемы. Юлия Олеговна, смотрите, вообще, в принципе, неблагополучных семей, к сожалению, очень много. И как вы справляетесь с таким огромным объемом? Ну, конечно, я не справляюсь с этим объемом одна. У меня есть, я могу смело сказать, у меня есть команда. И эта команда, она работает на результат. Это не просто люди, которые приходят на работу и уходят по окончанию своей работы, скажем так, со спокойной душой, что они выполнили сегодняшнее свое задание. К сожалению, у нас не та работа, где мы можем спокойно уйти домой и спать спокойно в течение, скажем, своих выходных дней. У нас тоже такая работа, кстати. Вот. Поэтому у нас есть команда, и, как показала практика на сегодняшний день, успешны в этой сфере те люди, которые небезразличны к своему делу. Юлия Олеговна, возвращаясь к теме вашей награды, что это за премия, чем она исчисляется и насколько она престижна? Вообще, это, скажем так, общественное признание. Общественное признание за заслуги в сохранении семейных традиций. Вот как мы показали свой результат, к примеру, как конкретно, какие были наши заслуги на этом поприще. Ну, заслуги были таковы. То есть, помимо того, что мы проводим те мероприятия, которые я вам уже рассказала, по работе индивидуальной с семьями, с получателями социальных услуг, у нас еще есть такой вид работы, как проведение групповых мероприятий. Они могут быть как индивидуальные, групповых мероприятий, это у нас в основном школы, могут быть и индивидуальные. То есть, то, что проводится конкретно с получателями социальных услуг, это у нас индивидуальные. То, что у нас проводится на территориях образовательных учреждений, это у нас групповые. И, соответственно, тематика национальной премии, она у нас прослеживается, она у нас постоянно присутствует в проведении наших групповых мероприятий. Это сохранение семейных традиций и в индивидуальных, как профилактических мероприятиях в целом, для сохранения престижа, скажем так, института семьи в обществе. Юлия Олеговна, к сожалению, времени осталось буквально совсем чуть-чуть. Наверняка вы на достигнутом не останавливаетесь. Коротко, есть ли какие-то планы на грядущий год? Однозначно, планы есть и планы, скажем так, достаточно обширны, но я думаю, что мы это все реализуем. Да, у нас есть планы, мы очень хотим своих деток, я имею в виду своих деток, это те детки, которые являются получателями социальных услуг. Мы хотим, привлекая волонтеров и спонсоров, у нас есть планы организовать на следующий год и поездки на море данных деток, и возможно какие-то оздоровительные, помимо оздоровительной кампании, которая происходит в районах и в настоящий момент. Поэтому да, у нас планы есть, мы хотели и на парад Хризантем своих деток повезти, но, к сожалению, в этом году у нас не сложилось там по транспорту, были вопросы на следующий, однозначно мы хотим это реализовать. Спасибо вам большое за эфир, я надеюсь, что нужные люди посмотрят его и может быть кто-то даже к вам обратится и предложит свою помощь. Были бы очень рады. А мы напоминаем, что в гостях у нас была Юлия Белова, директор государственного бюджетного учреждения Республики Крым, Нижнегорский районный центр социальных служб для семьи, детей и молодежи.